Следить за зрением важно и нужно, особенно если есть высокая вероятность его ухудшения. Некоммерческий проект «Доктор едет к вам» развернул свой мобильный пункт приема возле клуба семей воспитывающих детей инвалидов «Солнечный круг». На бесплатный осмотр у опытного офтальмолога записалось несколько человек. Несмотря на то, что у ребят различные основные диагнозы, детский церебральный паралич, аутизм, различные другие нарушения, в сопутствующих диагнозах у большинства есть проблемы со зрением, и поэтому это очень важно – получить своевременную и грамотную помощь. Чем раньше обнаружить проблемы со зрением, тем легче исправить ситуацию. Самый простой способ – оптическая коррекция. Для этого нужно правильно подобрать ребенку очки. Также врач может прописать маленькому пациенту контактные линзы. Если же ситуация сложная, придется прибегнуть к более продвинутым методам лечения в специализированных клиниках, чтобы как можно дольше сохранить остроту зрения, врачи дают несколько простых советов. «Стараемся ограничивать детей, общение их с гаджетами, с различными, поскольку свет, который они спускают, скажем так, это отличается от работы, например, с книжкой или с тетрадкой или с чем-то подобным. То есть лучше занять ребенка чем-то другим, а не телефоном или планшетом». Зрение ребят проверяют с помощью специального компьютерного прибора – авторефрактометра. Также медики оценивают наличие косоглазия, подвижность глазных яблок. Помимо прочих методов используют классическую таблицу проверки зрения. Среди самых распространенных проблем у ребят – дальнозоркость и астигматизм. «Даже не возникало вопроса, приезжать или не приезжать. Естественно, приезжать. Естественно, приезжать, естественно, помогать всеми силами, всеми возможностями, тем более, когда у нас есть эти возможности, помочь детям, помочь детям в отдаленных районах нашей области, помочь в Иваново». Всего консультацию офтальмологов получат 30 ребят из солнечного круга. Если вдруг потребуется серьезное медицинское вмешательство, детей вместе с родителями направят в больницу, где уже составят план лечения. Максим Серебряков, Денис Денисов, РТВ, Иваново.